Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас три интересных гаджета от компании Блицволв для дома и не только! И сегодня ещё один будет гаджет с сайта Zapples! Ребята на меня вышли, говорят, у нас есть сайт, мы хотели бы, чтоб ты чё-то оттуда обозрел у нас, значит Я говорю, представьте, чё хотите! Вот они прислали довольно интересный девайс! Собственно, посмотрим, проверим! Этими гаджетами я уже попользовался неделю, а вот эту штуку, собственно, сегодня распакуем и посмотрим! И, собственно, первый гаджет, который сейчас мы будем смотреть, Это гаджет, скажем так, из серии «Умный дом» С него-то мы и начнём! Вот так пока что! И это не что иное, как умная Wi-Fi-розетка, которой вы можете управлять дистанционно с любой точки земного шара! Ну, главное, наличие интернета! Также можно создавать сценарии для её работы, можно задать во сколько и в какой день недели, собственно, будет действие происходить у этой розетки! То есть включение либо отключение! Также имеется таймер, по сечению которого ваша розетка автоматически отключится! И имеется также статистика по подключенному гаджету через эту розетку! Ну, имеется в виду сила тока, ватты, вольты и, собственно, в киловаттах общее число! И также имеется график по дням и месяцам, где вы всё это дело можете посмотреть! В приложении Smart Life от Blissful есть также настройка сценариев для умного дома! Единственный минус, который я нашёл у этой розетки, это её размеры! То есть при подключении розетки в двойную розетку, в розетку, закрывается вторая розетка и пользоваться, в принципе, уже невозможно! Второй розеткой будете юзать только одну, но если у вас одинарная, то, в принципе, всё будет гуд! Также есть возможность использования с ассистентами, с этими колонками всякими новыми, но у меня, к сожалению, этого нет ничего и протестировать я это не могу! Можем только им верить на слово! Следующий гаджет, это вот такой симпатичный сетевой фильтр! И, сдается мне, Blitzwolf начали конкурировать с Xiaomi и Oracle, потому что начали, действительно, делать годные гаджеты для дома! Как вы видите, данный сетевой фильтр имеет 3 розетки с европейскими вилками, с заземлением, естественно же, и тремя USB-разъемами, один из которых с функцией Quick Charge от компании Qualc... Ква-ква-ква... Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква... Блин, а два остальных имеют силу тока 2 Ампера на двоих! Причем, разъем Quick Charge выдает отличные показатели, как мне кажется, а вот два обычных имеет просадку, и причем очевидную! Этот фильтр имеет все современные степени защиты, такие как защита от перезаряда, короткого замыкания, перенапряжения и защита от повышенного всплеска напряжения. Пластик здесь очень сильно напоминает мне Xiaomi и Oracle сетевые фильтры. Подозреваю, что они тоже не подвергаются горению, но об этом никакой информации в описании на сайте, нигде я не нашел, об этом можно только догадываться. Но пластик уж очень похож по структуре на Xiaomi и Oracle. Следующий гаджет это вот такой вот малюсенький ресивер и трансмиттер вот в таком вот маленьком форм-факторе. В комплект поставки у нас входит кабель 3.5 на два тюльпанчика, собственно, для ТВ использования. Два комплектных переходника на миниджек в разных форм-факторах и кабель microUSB, собственно, для зарядки. На трансмиттере имеется несколько клавиш и переключение между режимами ресивера и, собственно, трансмиттера. Также у этого девайса есть возможность подключения двух наушников одновременно по блютусу, что будет, в принципе, удобно, если вы, например, решили посмотреть кинешку, подключились вдвоем в наушниках и смотрите кино в тишине, пока кто-нибудь из ваших принимает сон. Также здесь есть встроенный аккумулятор, который позволяет пользоваться ресивером до 10 часов. И при его небольших размерах, в принципе, гаджет довольно практичный, имеет несколько сфер применения. Как при подключении к тому же ТВ на исходящем канале, так и, в принципе, подключив этот девайс в качестве приема сигнала, можно воспроизводить музыку со смартфона, с планшета, например, на те же колонки, которые не поддерживают блютус. Либо использовать эту штуку, например, как hands-free, потому что здесь есть встроенный микрофон, и в машине вы можете подрубить ее. Также в машине вы можете, подключив к ауксу, воспроизводить любимые треки со смартфона по блютус. Вещь, в принципе, удобная и практичная, и вот в таком вот маленьком форм-факторе. Меня поразило то, что сюда можно подключить еще наушники с поддержкой APTX. Любителям блютус-наушников эта штука зайдет. И на финалочку то, что я сегодня, собственно, получил с сайта Zepples. А это вот такой вот блютус-замок. Вот так. О, заморгал. Стоп. А кроме QR-кодов никакой инструкции? О, окей, окей. QR-код наше все? Предлагает скачать приложение Knock Lock. Окей, качаем, окей, ладно, разберемся. Так, окей. Что надо нажать? Вот. И... Connecting. О, теперь он синим загорелся. Вот так вот, да? Ну, неплохо, неплохо. Нам показывают, значит, статус 97% здесь у нас заряда. То, что он подключен. Оказывается, имеется еще несколько всяких видов здесь. И какие-то дистанционные. И подпечатку пальца, я так понимаю, нарисован. Окей. И что, вот так вот сюда? И... Нихера себе, сука! Мощный, слушайте! Довольно мощная штука. И что, вот так, типа он Lock и писец, да? Нормально! Ну, я не знаю, возможно кому-то пригодится. Единственное... Единственное... Круто! Единственный момент, зарядка и все тому подобное. Надо! Здесь вот какая-то заглушка. И... Мне нужна отвертка. Окей. И... Здесь, наверное, как-то USB, да? Или не... Вообще не USB ни разу! Короче, здесь у нас находится, походу, тупо батарейка. Здесь не USB, здесь вот такая вот батарейка или аккумулятор, который нужно будет заряжать, либо менять. Но, чуваки! Вот что вы мне прислали? Хорошо, ладно, окей! Вот он сел! Вы, во-первых, не прислали никакие инструкции, ничего, ни зарядку, там, для вот этого коннекта. Куда? Что? Ладно, окей, запасной где, либо зарядка для этого дела. Он просто вот у меня кончится, и все. И я хрен что открою потом. То есть села батарейка, а он отключенный, не откроется. Вызывайте МЧС! Вот такие вот они, китайские Bluetooth-замки. Ой, по мне, так это вообще дичь. Возможно, если бы здесь хотя бы был какой-то USB, не знаю, гнездо, которым можно дозарядить вот этот вот аккумулятор, но здесь этого нет. Либо как-то кулибинить... Есть такое слово, кулибинить? В общем, строите себе кулибина и, собственно, придумать штуку, которая будет заряжать этот аккумулятор. Ббб Куда удобней было бы, согласитесь, здесь иметь USB-гнездоку, micro-USB, куда можно, в принципе, засунуть... За... Ну ты понял, да? Провод и зарядить. Все, и спокойно. Нет, нужно вот хрен, вот такие вот педали придумать, куда засовывать аккумулятор, который хрен знает чем заряжать вот такие вот маленькие контакты. Я не занимаюсь квадрокоптером, извините, у меня нет таких контактов, куда чего... Ни зарядку вы не положили, ни номенклатуру, сколько проработает на одном заряде, я ничего не знаю, абсолютно. Кинули два QR-кода, ой, не так вы, чуваки, знакомитесь с сайтом. Не то вы шлёте, нет, не то. Плохое впечатление у меня, первое впечатление об этом сайте. Возможно, что-нибудь другое вы пришлёте интересное, но... Вот то, что вы прислали, по-моему, это полнейшая хрень. Слушай, а чё ты делаешь, если ты затрался и вот дадал и свалился? Чё ты делаешь? Пуковал! Я тебе дам пуковал! Пуковал! Будет тогда знаешь чё? Пыхтец. 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 Да. Ты не сидел и пыхтел. Уш-уш-уш-уш-уш, пыхтец. А ты чё подумал, а? Какой-то у меня некрасивый, какой-то неодраженный и дискультурный. У Goods Поп? Поехали! Ух-х-у-у-ш-у! Ух-у-ш-у! Если мы заходим. У Могу! Уф-у-у-у! Бля! Ух-у-у! Ух-у-у! Улья!